Городской транспорт второго уровня представляет собой четырехколесные рельсы автомобилей «Юнибусы», поставленные на два рельса струны. Разработаны пять стандартов берельсовой СТЮ с колеей от полметра до двух с половиной метров и вместимостью «Юнибуса» от двух до ста человек. Провозная способность транспортной линии от 10 тысяч до 500 тысяч пассажиров в сутки. Средняя скорость перевозок с учетом остановок 40-50 км в час. Это, например, превышает среднюю скорость движения в подземном метро, которое в настоящее время считается сам скоростным видом городского общественного транспорта. На изготовление рельсов струны необходимо меньше стали, чем на обычный трамвайный рельс. Поэтому городские трассы берельсовой СТЮ будут не дороже трамвайных линий, идущих по поверхности земли, и в 10 раз дешевле идущих по эстаказе. В зависимости от ширины колеи натяжение струн в рельсе будет от 30 до 300 тонн. Это натяжение воспримут анкерные опоры, установленные как через каждые 2-3 км, так и на каждом повороте трассы. Оптимальное расстояние между промежуточными опорами 30-40 метров. Расход же из бетона на опоры примерно равен объему шпал на железной дороге такой же протяженности. Рельс струна – это высокотехнологичная строительная конструкция, монтируемая на месте производства работ. По своей прочности, жесткости, ровности и долговечности она удовлетворяет самым высоким требованиям, предъявляемым к современным транспортным эстакадам. Например, динамические неровности пути при движении скоростного городского юнибуса составят менее 0,001 от длины пролета. Поэтому рельс струнной эстакады будет значительно прочнее и жестче при воздействии расчетной подвижной нагрузки, чем традиционные автомобильные и железнодорожные эстакады. Долговечность рельса струны составит 100 лет, при этом запас прочности струны по воздействию подвижной нагрузки превысит 100 раз. Городской юнибус – это разновидность маломощного облегченного трамвая. Все остальные колеса в нем приводные, поэтому уклон пути может быть до 10%, что равносильно перепаду высот в 100 метров на одном километре трассы. Каждое колесо юнибуса снабжено противосходной системой, поэтому даже подъемный кран не сможет оторвать его от рельса струнной путевой структуры. Разработаны варианты питания юнибуса от внешней контактной сети и от бортовых накопителей электрической энергии, которые могут подзаряжаться на каждой пассажирской станции. На одной зарядке такой юнибус может проехать до 100 километров. При низких скоростях движения потери энергии на аэродинамическое сопротивление незначительны, поэтому внешний вид и пассажирский салон городских юнибусов подчинены в основном эргономике человека, удобству входа и выхода пассажиров, хорошей обзорности при поездке на втором уровне, климат-контролю, свободному и комфортному размещению пассажиров в салоне. Себестоимость проезда пассажира по городской трассе Бересова и СТЮ будет в пределах 2-3 рублей, поэтому она будет высокорентабельной. Трассы могут быть как муниципальными, так и частными, так как в течение 100 лет будут приносить владельцам высокую и стабильную прибыль. Все составные элементы СТЮ от высокопрочной стальной проволоки для струны до литропривода и элементов автоматической системы управления юнибусом выпускаются отечественной промышленностью. Создана теория статики и динамики городского БСТЮ, осуществлен комплекс натурных, стендовых, модельных и лабораторных испытаний, заключены договоры с производителями и поставщиками всех необходимых элементов, агрегатов и оборудования. Поэтому в настоящее время нет объективных причин, препятствующих проектированию и строительству принципиально новой транспортной инфраструктуры второго уровня в любом населенном пункте, от небольших городов до мегаполисов.